приветствую вас уважаемые пользователи и дорогие подписчики этого канала в этом видео покажу как программе до полюстратор креатив клауд нарисовать контур сердца состоящего из перечеркнутых линий а те кто подписался на этом канале надели в обработку и фрезеровку скоро будут новые интересные необычные видео по этой теме ну что ж приступим переключимся на этой палитре на обводку возьмем инструмент перо и сейчас начнем подбирать контур сердца ставим первую точку где-то в произвольном месте вторую наверно точно над этой точкой и вот так начинаем растягивать но с помощью двух опорных точек хорошего контура сердце не получится поэтому сейчас прекращаем обводить контур нажимаем клавишу control делаем щелчок мышкой чтобы перестать его вводить дальше увеличим выделим контур нажмем на инструмент перо правой кнопкой переключимся на инструмент перо дополнительная точка и где-то на этом контуре сейчас поставим дополнительную точку инструментом перо дополнительная точка что даст возможность его корректировать немного под руку я и поставил мы видим эту дополнительную точку внутри этого контура сейчас переключусь на инструмент прямое выделение выделил эту точку и начал ее корректировать откорректирую эту вот так и пока остановлю коррекцию пока мы не видим симметричной отраженной половины мы плохо представляем будет ли хорошо смотреться этот контур или плохо поэтому нажмем на него правой кнопкой трансформировать зеркальное отражение и вот так копируем выделим из зажатой клавиши shift перенесем посмотрим выглядит плоховато удаляем начинаем корректировать дальше и теперь я считаю контур более-менее выровненным дальше нам нужно чтобы вот эта конечная точка была точно над вот этой опорной точкой для этого возьмем инструмент прямое выделение выделим эту опорную точку так чтобы можно было перемещать и разместим ее вот так чтобы сработала привязка вертикальная теперь выделяем этот контур нажимаем правой кнопкой трансформация зеркальное отражение и переносим этот контур вот до срабатывания привязки затем выделяем два контура нажимаем объединить объединить я нажал потому что если я не объединил вот здесь осталось бы такое пересечение этого контура стоит и точно такой же здесь когда нажимаю объединить или исчезает на этом остром угле можно сделать небольшое скругление если взять инструмент прямое выделение и выделить эту опорную точку можно вот этой контрольной меткой вот так вот скруглить но я это на этом рисунке делать не буду теперь эту картинку отцентруем идем координату x100 y100 немного увеличим масштаб самого сердечка нажимаем трансформация масштабирования здесь введем 127 нажмем окей можно залить это сердечко красным цветом если кому-то нужно нарисовать просто красный такой символ если переключил на красный цвет а потом вот здесь переключить на заливку так можно сделать красное сердечко но для большей уникальности я его сделаю состоящий из 4 перечеркнутых линий а этот контур пока скопируем и временно отключу в слоях его видимость то есть не этого контура вот штриховые линии будем рисовать с помощью инструмента карандаш перед этим контур сердцем вот этот который еще видим заблокируем поставим вот здесь замочек чтобы у нас при рисовании он не выделялся никуда я его не сдвинул далее возьмем инструмент карандаш вот здесь на палитре инструментов на этом инструменте шейка нажмем правой кнопкой нажмем инструмент карандаш щелкнем несколько раз по инструменту карандаш настройках вот здесь отклонения заложения стоит у меня максимум на плавные все такие кривые линии я рисую на таких настройках и приступаем к рисованию просто видим линию затем можно ее сжать проводим следующую следующее можно задать другую толщину например пол точки и тоже сжать можно перевернуть продолжаем так дальше теперь обведем эти вертикальные линии вот так вот рамочкой и объединим группу чтобы когда я нажимал на какую-нибудь одну из них выделялись все видим сколько синих точек стоит это выделялась каждые дни нажимаем объекты сгруппировать теперь это одна группа которую можно перемещать и я ее уже заблокирую чтобы начать рисовать горизонтальные линии и не других направлений и теперь снимем блокировку с горизонтальных линий выделим их и разгруппируем после разгруппировки изменим еще немного наклон вот этой линии чтобы она не приходила так точно в центре потом переключимся на инструмент прямой выделение выделим вот эту опорную точку и вот так вот изменим форму этой линии теперь нужно убрать все выходящие части этих линий это можно сделать либо маскированием но я хочу сделать это так чтобы линии слить с контуром сердца для этого сейчас обведем все линии алине это сейчас открытый путь как мы видим просто отрезок линии начинается и кончается я хочу преобразовать их в замкнутые объекты для этого нажмем объект контур преобразовать обводку в кривые обратите внимание сейчас на линии они стали замкнутыми объектами но они все еще разделены между собой чтобы их слить вообще в единый объект нажмем вот здесь вот на этой палитре соединение теперь это единая структура стала дальше нужно стереть все выходящие части для того чтобы это сделать отключим блокировку на контуре сердца перенесу его выше того отключенного контура отключенный контур я наверно вообще удален ни к чему а вот этот контур скопируем со стопроцентным размером нажмем на него правой кнопкой трансформации мышц пробирование нажмем сто процентов копировать скопировался теперь нижний контур их 2 один над другим на глаз это незаметно но и 2 нижний контур отключу а на верхнем толщину линии поставлю 025 чтобы мы его видели хорошо как он изменился если нижний подключить вот он толстый нижний но нижние пока отключу а верхней перенесу выше структуру с линиями и верхней контуру я сейчас также преобразую с помощью объекта контур преобразовать а вот кривые теперь выделю все и вычту этот тоненький контур из структуры с линиями нажмем минус верхний а контур сердца он верхний на палитре слоев можно увидеть вот он и вычелся видим тоненькая такая белая линия осталась теперь линии разгруппировываем их выявил нажимаем объекты разгруппировать и удаляем все выходящие части просто выделяем их и стираем теперь подключаем контур который внизу поставлю его выше структуры с линиями на нем также повторим процедуру на объект контур преобразовать обводку кривые выделим все и сольем все вместе теперь это стала единая структура такой сердечко который можно масштабировать как-то наклонять изменять можно цвет поменять но я его сделаю черным теперь немного еще увеличим его масштаб центруем по горизонтали поставим координат x 100 единиц и создадим под ним тень для завершенности берем инструмент эллипс начинаем рисовать окружность диаметром где-то сто девяносто восемь точек теперь переключим заливку на градиент градиент поставим радиальный тип поменяем местами вот эти метки на градиенте на этой метке отроне . сделаем непрозрачность 0 процентов эту трогать не будем а общая непрозрачность градиента сделаем где-то 64 процента исказим его так вот вы липс высотой 9 точек поднимем повыше от центруем также по горизонтали введем координаты x 100 единиц и поднимем еще немного повыше и убавим еще немного непрозрачности это 54 процента теперь эта картинка готова к сохранению такая простенькая картинка предназначается естественно для лицензирования на контент биржи на этом канале был показан маленький детский деревянный стульчик в спинке которого лобзиком выпилено сердечко так вот шаблон для этого сердечко был сделан подобным методом в этой программе а потом уже сведен на бумажку на деревянную заготовочку переименуем ellipse в тень и разместим на нижнем слое а сердце вход на этом это видео я заканчиваю всем спасибо до свидания